Привет, меня зовут Стас Быков, в течение этого видео урока мы с вами вместе создадим сайт на конструкторе сайтов. Все буду показывать на экране своего компьютера и у вас получится создать сайт самостоятельно за несколько часов, даже если вы раньше этого не делали. А ближе к концу видео я вам расскажу о важном обновлении сервиса. Погнали! На своем канале я постоянно рассказываю о сайтостроении, потому что это моя профессиональная деятельность, я уже более 17 лет занимаюсь созданием сайтов, у меня есть своя веб-студия. Но вот конструктор сайтов, о котором мы сегодня поговорим, меня действительно удивил, потому что он идет в ногу со временем, использует передовые технологии в сайтостроении, что позволяет создавать сайты одним кликом мышки, вот реально, используя готовые шаблоны, потом просто нужно будет поменять и все меняется визуально. То есть не нужно залазить в код, не нужно нанимать дизайнера, если у вас нет навыков программирования, то это все создается буквально в пару кликов и сегодня я вам это покажу. Ко мне поступил заказ создать сайт-одностраничник для продажи проектов от строительной компании. Давайте посмотрим, что у меня получилось, у меня это за 15-20 минут где-то, конечно, нужно картинки тоже будет подготовить. Сейчас мы рассмотрим возможности данного конструктора и потом вместе со мной мы там зарегистрируемся и начнем создавать еще новый лендинг, что я вам покажу, как это все просто. Итак, мы видим, что есть одностраничный сайт, есть самый главный элемент, это баннер, на весь экран появляется. Дальше мы можем нажать на кнопочку «Посмотреть проект». Здесь у нас проекты, заявка на проект, заполняем данные, имя, телефон, e-mail, все данные поступают во внутреннюю CRM данного конструктора. То есть все заявки прямо в личном кабинете будет видно, также здесь можно и оплату настроить, также здесь полная статистика ведется по посещаемости, то есть мы можем подключить и метрику, ну и другие интеграции, об этом тоже поговорим. То есть возможности не ограничены, самое главное, чтобы у вас было понимание, что нужно сделать. Также можно создавать и простые сайты, и интернет-магазины, и квизы. Здесь у меня задача сделать лендинг, с которого можно отправлять заявки. Поэтому вот у меня сейчас три проекта топовые используются. Дальше мы помещаем два проекта уже в корзине, заполняем, например, давайте, «Стас для видео», чтобы сразу было видно. Дальше мы вводим номер телефона, и дальше нам нужно ввести e-mail. То есть заполняем эти поля, тоже они настраиваются. Я вам хочу сейчас показать просто, какие есть возможности я реализовал. Нажимаю «Отправить заявку». Все, спасибо за заявочку. Окей, сейчас мы заявку в личном кабинете тоже посмотрим. Преимущества здесь и видео. Сейчас вместе с вами еще добавим галерею, то есть портфолио. Как раз хотел с вами вместе доделать. Для того, чтобы начать создавать сайт, вам нужно перейти на сайт Flexby. Я ссылочку на него оставлю в описании. Переходите здесь, все изучайте, все подробно. Нажимаете здесь «Попробовать бесплатно», и у вас есть тестовый период с полным функционалом сервиса. Вы сможете за это время изучить данный конструктор, собрать себе сайт, и даже настроить рекламу на данный лендинг, сайт, магазин, квиз, то, что вы сделаете. И все еще будет идти тестовый период. Ссылочку я оставлю в описании, переходите. И сразу хочу добавить, для рекламы необходим подключенный домен. Но дальше в ролике я покажу, как это делается. Нажимаете «Попробовать бесплатно», переходите в личный кабинет, и нужно здесь будет, конечно, вам ввести e-mail для регистрации. Я уже это делать не буду, потому что у меня он есть. Да, вот этот сайт, как раз над которым я сейчас работаю, сайт клиента. Здесь мы находимся уже с вами в админке. Давайте сразу покажу, куда ушла заявка. Вот здесь сверху мы видим «Заявки». Я перехожу, и мы видим вот новая заявка «Стас для видео». Давайте я зайду, и мы видим, какие проекты человек заказал. То есть также можно подключить и оплату, чтобы человек сразу оплачивал. Но здесь нет такой задачи. Главное, чтобы он отправил заявку, и дальше с ним уже связаться и пообщаться. Но мы тоже эту возможность посмотрим сейчас. Также заходим в «Аналитика». Мы видим, что полная статистика и по конверсиям, по посетителям, по заявкам тоже здесь собирается. Даже можно и внешне не подключать, хотя это делается тоже просто. Далее посмотрим товары, которые я добавил на эту страничку, потому что у меня это лендинг-заявка с товарами. И также неограниченное количество страниц в сайте мы можем создать. Давайте мы с вами быстренько сделаем портфолио. Я вам покажу, как создается, используя шаблон, точно такой же лендинг. Вы можете сайт или интернет-магазин или квиз выбрать по аналогии. Здесь я захожу в редактор, справа вверху нажимаю. Дальше скроллю вниз. То есть это все делается очень просто. Вот плюсик. Видите, вот здесь по центру. Я нажимаю на плюсик и дальше выбираю, какую секцию я хочу добавить. То есть шапка, обложка, заявки. Видите, уже есть готовые секции. Квиз, товары, медиа, контент, преимущества, навигация, команда, таблицы, прайсы, отзывы, подвал. Дальше есть прочее. Просто HTML-блог, куда мы можем любой код вставить. И, конечно же, нам сейчас нужно... Так, давайте зайдем в медиа. Вот наши работы. Смотрите, сколько вариантов. То есть мы можем сделать вот где 6, где 2. Получается карусель такая. Так, интересно. Давайте сделаем вот где 6. Хочется мне... Вот я просто кликнул. Видите, появилось уже все на сайте. Сейчас мы это подкорректируем. Здесь нужно написать дома по нашим проектам. Дальше. Портфолио напишу. И теперь здесь нам нужно удалить фотографии или заменить их. И можно также добавить новые. То есть вот здесь вот есть корзина. Мы можем удалить. А можем просто кликнуть на картинку и загрузить. За место нее загрузить новую картинку. Это все делается очень просто. Давайте я найду заготовки. Вот у меня есть. Видите, подгружается сейчас. Прямо с компьютера также можно вставить и видео. Но здесь цель все-таки показать именно фотографии. Все. Дальше. Крестик. Следующее. Вот так вот идем. Загружаем те фотографии, которые нам непосредственно нужны. И вот у нас с вами получилась портфолио. Дальше. Мы сохраняем изменения. Справа вверху нажимаем сохранить. И далее я уже могу перейти на сайт. Здесь видите, есть временная ссылка. То есть она как бы внутренняя. Ее можно конечно использовать. И сюда рекламу уже настраивать. Но все-таки если профессионально мы делаем под заказчика, то лучше подключать свой домен. Вот. Пермские дома.ru Вот. Мы опускаемся, скролим вниз. И видим как раз галерея появилась. Фотографии подгружаются. Все очень красиво. И самое главное. Есть адаптация под мобильные устройства. Даже вот так вот могу проверить. Вот я браузер, видите, сузил. И все сразу же адаптировалось. И адаптивный дизайн будет присутствовать в каждой секции. То есть у вас сайт будет отображаться и на смартфонах, и на планшете, и на компьютере, и на любом экране. Красиво. Также здесь есть фишка. Смотрите. УТМ терм. Видите, у меня применена. Я сейчас тоже зайду в настройки, чтобы сразу было понятно. То есть мультитекст. То есть я это специально продумал. Вот если мы делаем рекламу, например, этот лендинг у меня используется под разные города. Например, Пермь и Москва. Вот мы видим, если используется УТМ Пермь и Пермский край, то здесь будет написано Пермь и Пермский край. Если Москва, то Москва. Как это все выглядит? Давайте я вам покажу. Также у меня здесь подключен домен. Я вам показывал. Пермские дома.ру. Тоже мы сейчас все это пройдем. Видите, здесь написано Пермь и Пермский край. Если мы с вами пропишем УТМ метку Москва и мы видим здесь вот, видите, появилась Москва. По умолчанию у меня идет Пермь и Пермский край. То есть мы можем ссылку с УТМ меткой поместить в рекламу в Директ, например, или ВКонтакте. И из разных городов заходят и сразу же понимают, что да, это для них создан лендинг. Хотя у нас он один и просто мы подставляем сюда, видите, специальный тег вставлен, да, подставляется город. Это очень круто и делается самое главное просто. Итак, давайте начнем. То есть переходим на главную страницу, нажимаем Попробовать бесплатно, заходим сразу же в личный кабинет. И здесь давайте создадим сайт. Мне сейчас нужно те, которые тестовые были, давайте я удалю. Так, сейчас введите код, чтобы удалить, то есть лишняя безопасность. И это давайте тоже удалим. И теперь я могу создать учебный сайт здесь же в админке. Справа вверху нажимаю Создать сайт. И теперь нам нужно написать главная страница. Здесь, если у вас, например, лендинг, просто можете название компании написать. Тестовый статс давайте напишем. Далее, выбрать шаблон. Здесь есть новые версии шаблонов и ниже есть шаблоны предыдущих версий. Вот они. Тоже можно их раскрыть, тоже посмотрите. В принципе, там тоже можно работать. Но лучше сделать на основе современных шаблонов. Вот здесь мы видим сайт, лендинг, интернет-магазин, главное. Интернет-магазин, каталог. Дальше квиз, то есть это опросник. Дальше доставка еды отдельно. И пустой шаблон, где вы можете сами с нуля полностью набросать эти секции. Но давайте лучше возьмем уже готовый. Например, лендинг. Мы нажимаем с вами выбрать. Сейчас автоматически сразу же будет создаваться уже на основе этого каркаса лендинг. Все, у нас, видите, собралось. То есть мы теперь можем просто удалить то, что нам не нужно, или изменить, или добавить. Вот здесь вот справа у нас, видите, настройка структуры. То есть я нажимаю. Далее. Полноэкранный режим. Я просто галочку убираю, если мне не надо. И видите, теперь заполняемость идет не полностью. То есть здесь все настраивается буквально кликами. Давайте я уберу. Дальше секция шапки. В принципе, ведь шапка вверху убирается. Я бы ее оставил, потому что все равно это якоря, которая перебрасывает нас вниз на следующие блоки. Итак, нам теперь нужно поменять картинку, просто фон. Если мы делаем с вами с нуля, мы просто можем с нуля добавлять все эти секции, и там менять картинки и текст. Давайте изменим здесь фотографию. Нажимаю загрузить. И со своего компьютера прям подгружаю. Так. Вот это вот. Все, отлично. Высокая кухня, это просто. Конечно же, это все меняется. И так же просто, как здесь написано. То есть мы... Я мышкой кликнул. Строительство домов в Перми. Например, строим дома более 7 лет в любое время года. Отлично. Вот у нас такая с вами открывашечка. Начать обучение. Здесь, в принципе, у нас видите скролли вниз идет, вот в эту секцию. Мы можем здесь сделать наши проекты. И здесь написать, не начать обучение, а шестеренку нажимаю. Здесь просто меняю текст на кнопки. Наши проекты. Видите, как все очень просто. Дальше мы можем действия по клику сделать. То есть скроллинг к секции выбрано. А мы можем и перейти по ссылочке, добавить в корзину, начать квиз, показать всплывающее окно. То есть здесь возможности у этого конструкта, они не ограничены. То есть вот то, что сейчас получилось. Я нажимаю наши проекты. И мы сразу же скролимся к нашим проектам. Здесь обучение, конечно же, тоже нужно будет поменять. Настроить. Наши проекты. И вот так вот постепенно, постепенно меняем просто информацию. Дальше здесь у нас речь. Если нам какой-то блок не нужен, ну вот, например, наши шефы. Это мне не нужно. Я просто кликаю на этот блок. Потом справа три точки. И вот здесь вот есть корзинка. То есть удалить. Все, удалил. Вот этот временной тоже не нужен. Тоже удаляю. Если что-то нужно добавить, например, вот между первой секцией и второй. Я нажимаю крестик. То есть добавить секцию. И теперь давайте с вами посмотрим, что мы можем сделать. Или медиа добавить. Ну, это мы уже рассматривали с вами, да. Или контент. Вот она с фотографией. Преимущества. Команда. Давайте сделаем заявочку. Заявку отправим с вами. Так, и какого вида она будет. Вот телефон. Вот здесь внизу я сейчас показываю, да. Давайте нажмем. Вот этот вид я именно выбрал. Все, подгрузился. Видите? То есть ее интересно получилось. Серенькая, белая, серая. То есть композиция, составление, с точки зрения дизайна тоже очень грамотно получается. Но если нужно поменять, без проблем. То есть настройки фона, фон, цвет. Все это меняется. Можно сделать красным, кстати. Но можно и оставить сереньким. Хотя давайте сделаем, знаете как. Во, отлично. Все. Фоны тоже поменял. Дальше здесь мы с вами пишем. Мы вам перезвоним. А дальше оставьте заявку. Оставьте заявку. Все. Телефон отправить. Дальше здесь тоже шестеренка. Мы видим телефон. Можно добавить поле, например, e-mail. И он сразу же здесь появляется. То есть телефон, e-mail. E-mail сейчас давайте не будем делать. Просто сделаем телефон. Дальше действие по клике. Показать всплывающее окно. Цели у нас здесь тоже можно проставить. Если это нужно. Ну вот так у нас получается. Видите, мы уже с вами два экрана сделали. Дальше мы просто редактируем. Вот, визуально. Ну, вы можете сейчас посидеть минут 30. Ну, часик. Да, если вы первый раз это делаете. Все это поменять. Социальные сети тоже. Навел, нажал на шестеренку. И здесь мы вставляем ссылки. Также можно вид поменять. Квадратные сделать. Вот, кстати, вот такие неплохо смотрятся. Что мне здесь еще нравится. Сейчас мы с вами заявку тоже отправим. Логотипы создаются прямо здесь в конструкторе. То есть вот этот логотип. Сейчас вам вот этот. Я прямо в конструкторе здесь сделал. Как это реализуется? Сейчас покажу. То есть вот здесь мы нажимаем на шестереночку. Дальше конструктор лого. Дальше строительство домов. Дальше слоган проекты. Так, и дальше мы можем иконочку с вами еще выбрать. Например, здесь дом. Я вот написал дом. Сейчас подборка будет. Ну, например, вот такой. Раз. Дальше расположение. Можем так. Так. Сейчас посмотрим, как у нас лучше влазит. Скорее всего, вот так. Но размер нужно уменьшить. То есть я тоже визуально все делаю. Вот строительство домов. Проекты. Шрифт тоже можно поменять. Так. Давайте стандартно некрасиво. Вот такой вот сделаем. Так. Осванд. И тогда сам слоган тоже сделаем такой. Проекты домов. Отлично. Еще раз выравниваем. Все. Нажимаю применить. Также можно скачать этот логотип. Применилось. Вот смотрите, слева он создался. Все. Логотип у нас с вами готов. То есть компании даже можно помочь создать логотип. То есть вот у нас экран готов. Справа вверху нажимаю сохранить изменения. Далее нажимаю вот на этот глазик предпросмотр. Все. Мы с вами находимся по внутреннему адресу. Так. Его тоже можно размещать в рекламе. То есть не покупать домен. И у нас есть первый экран. Дальше мы с вами еще не поменяли. Здесь видите, на наши проекты щелкаем и переходим сразу же. Мы вам перезвоним. Оставим номер телефона. Нажимаю отправить. Все. Слышите сигнал? То есть заходим с вами в редактор. Здесь заявки. И вот она. То есть новая заявка пришла. Также можно здесь сделать секцию и магазина. Также подключить оплату. Как это делается? Заходим с вами сейчас в редактор. Здесь давайте пройдемся по настройкам. То есть в заявках мы уже с вами были. Дальше в аналитике. Она собирается по посетителям, по заявкам. Дальше заходим в настройки. И вот здесь общие. Мы в икон делаем вот эту иконку, которую я здесь тоже поменял. Видите, красная. Далее мы здесь с вами переходим в домены. И мы можем подключить домен, например, stasbykov.ru. Или у вас есть, например, доменное имя. Можно его приобрести. Для этого нажимаем добавить. Например, давайте, stasbykov занят будет. Мы можем просто проверить. stasbykov.ru. Проверить. Видите, сразу же идет проверка. То есть занят. И мы можем аналоги какие-нибудь посмотреть. Вот может прямо здесь зарегистрировать. Ну, например, stasbykov.222. Просто для примера. Сейчас регистрировать не буду. Вот. Он свободен, бесплатно. Первый.ru или RF домен регистрируется или продлевается бесплатно. Я считаю, это отличное и уникальное предложение. То есть мы с вами сможем сразу же домен выбрать и зарегистрировать. И это все будет бесплатно. То есть нажимаю зарегистрировать. Дальше заполняем свои данные. Потому что домен привязывается или на вас, или на организацию. Но только свои данные обязательно указывайте. Потому что у регистраторов доменов с этим все серьезно. То есть чтобы были только ваши данные. Итак, домен здесь у меня. Я привязал. Видите, пермские дома. То есть у меня привязан уже. То есть привязываете, ну или создаете. И в течение суток он становится активен. И уже привязан к вашему сайту новому. Далее давайте посмотрим. Уведомления. Здесь почта указана. Можно подключить еще и смс. Оптимизация скорости настройки. Средний цвет. Размытое изображение. А у меня обычно средний цвет. И высокое качество картинок. Дальше смотрите. Конвертация изображений. Это форматы сжатия здесь тоже используются. Персональные данные. Показывает предупреждение о сборе персональных данных. Перед тем, как отправляют форму. Ну и еще и куки файлы. То, что сайт собирает, тоже можно использовать. Я даже скажу больше. Нужно использовать по закону сейчас. Ну вот внизу сайта будет вылазить. Вот видите. Оповещение черным всплыло. Или вот таким. Какой вариант вам больше нравится. Можно вот этим справа его оставить. Дальше подтверждение прав. То есть если в метатег какой-то нужно вставить. Вставки своего кода в head и в body. Там или счетчик метрики можно вставить. Хотя здесь можно через дополнительные вставить расширение. Сейчас мы дойдем до туда. Файл robots. Доступ к сайту можно дать. Например своим менеджерам. Далее заходим в магазин. Здесь мы видим, что автоматически открывать корзину. То есть тоже очень узкие настройки. Именно по наличию товаров тоже можно смотреть. Доставка. Дальше мы переходим с вами в аналитику. Метрика подключается. Ну я думаю вы знаете как метрика регистрируется. Вот здесь перейти на сайт. Просто нажимаем, регистрируем и подключаем код метрики. Дальше виджеты дополнительные. Это живо сайт. Ну я думаю вот эти виджеты они будут дополнительно появляться новые. И мы сможем также использовать те, которые нам нужны. Это чат на вашем сайте. Можно другой код свой вставить. Сервис рассылок. GetResponse или Unisender. Если у вас есть рассылка. CRM система дополнительная. Здесь тоже она есть. Но можно расширить через Bittrex или AmoCRM. Также прием платежей. Я вообще в своем бизнесе использую Robocass. То есть тоже очень просто. Она также выдает чеки. То есть вам не надо онлайн кассу. То есть Robocass нажимаете. Подключить. И вот здесь нужно прописать идентификатор магазина. Пароли. И взять, скопировать туда вашу Robocass. Вот эти три ссылочки. И все. Самое главное чтобы вас в Robocass одобрили. Но это уже другая история. Если вам будет интересно. Я запишу дополнительное видео. Как с Robocass работать. Но на самом деле ничего сложного. То есть подключаем оплату. И человек сразу сможет оплачивать. Уже товар на вашем сайте. Если вам это нужно. И почта для домена. Здесь мы можем подключить и Яндекс. И Google. И Mail. Какой-то другой сервис. Если вам это нужно. Также есть API. Вот API. Это уже для программистов. Для разработчиков. Если какое-то приложение. Какой-то виджет. Может что-то еще подключить. Также здесь это используется. Ну и все. То есть вот такие настройки. Мы с вами по ним пробежались. Дальше. Аналитика. Заявки. Товары. Здесь товары по умолчанию. Давайте я вам покажу. Как добавляется товар. То есть справа нажимаем. Добавить товар. Здесь название товара. Краткое описание. Категорию. Можно выбрать. Если много товаров будет. Цена. Количество. Ну а если у вас не ограничено. То можно поставить галочку. Да. Артикул. Какую-то опцию добавить. Ну например размер. Да. То есть добавляем размер. Дальше. Список или цвет. Кстати по цвету. Это очень круто. Также можно очень удобная реализация по цвету. Также вариант 1. Вариант 2. Как это будет выглядеть. Добавить опцию. Все. Эта опция у вас уже добавлена. И мы нажимаем просто добавить товар. Товар добавляется. Дальше. Страницы переходим. Если у вас например не лендинг. А сайт. Да. Мы хотим сделать несколько страниц. Мы можем. Вот сейчас мы находимся в разделе сайты. В конкретном сайте. И здесь мы можем создать еще вторую страницу. А потом просто их связать. Вот смотрите. Вторая страница. И здесь вот адрес страницы. Он тоже прописан. Мы можем сделать. Например. Вторая. Я напишу сейчас. Это будет у нас уже вторая страница. Здесь можно также и квиз сделать. И лендинг. И доставка еды. То есть просто щелкаем. И в результате. Вот у нас с вами что получается. То есть вы сами увидели в течение этого урока. Я надеюсь вы вместе со мной тестируете. Что это все очень просто. То есть мы создаем и логотипы. И создаем и различные секции. И это все без знания программирования. Как вы увидели. Проще конечно гораздо выбрать готовый шаблон. И потом его изменять. Хотя ничего сложного нет. Если мы с вами просто будем добавлять секцию. Уже здесь. Вот я навожу сюда. Видите. Вот где разделение идет. Вот в редактор сейчас перейду. Дальше. Вот здесь вот где у нас идет разделение. Добавить секцию. Я нажимаю плюсик. И опять же выбираю то что мне нужно. Отзывы. Контакты. Подвал. И мне знаете что еще больше нравится. Что здесь можно даже не использовать сторонние сервисы. Все в одном здесь. Здесь и конструктор. И CRM система. Ну об этом и на главной странице все написано. Тоже можете посмотреть. И кстати. Что я вам еще хотел сказать. Как раз. Хорошо вспомнил. Это про свободную секцию. Здесь она недавно появилась. Вы более детально можете про нее узнать. И многие другие новости в социальных сетях компании Flexby. Ссылочки вы найдете здесь. Вот на главной странице. Вниз крольте. Вконтакте. Инстаграм. Фейсбук. Ютуб. То есть переходим. Читаем. Свободная секция. Это такая возможность создавать уникальные дизайны. Без навыков дизайна. То есть все рисуется вот в режиме реального времени. Обратите внимание. Создается. Да. Уже конечно из готовых можно взять. Можно свои подгружать. Сейчас вам тоже кстати могу показать. И более детальная информация здесь есть. То есть все меняется. Если у вас есть даже навыки дизайна. Вы сможете создавать уникальные дизайны прямо в онлайне. Это конечно же очень хорошо. И давайте сейчас зайду. Снова здесь вот. Какую секцию я буду добавлять. Вот нажимаю плюсик. Здесь слева свободная секция. И мы просто можем выбрать какого вида нам она сейчас нужна. Ну например давайте вот такого возьмем. Вот раз кликнул. У нас сейчас появляется. Вот свободная секция. Где я перетаскиваю элементы, объекты как мне угодно. Могу что-то увеличить. Могу свое что-то добавить. Вот так вот. Дальше давайте мы с ней немного поработаем. То есть на правую кнопочку я нажимаю позиционирование. Я могу спозиционировать ее. Ну вот этот элемент. Да. Например выше этого элемента. То есть это тоже все настраивается. Также можно и заблокировать элемент. То есть я теперь не смогу его изменять. Он теперь здесь постоянно будет. Но тоже очень удобно. Также сквозной курсор. Обрезать по контейнеру мы можем. Можем изменить расположение. И перемещать по слою. Также мы можем отключить например отображение вот этой свободной секции на телефоне. Вот видите сейчас на телефонах используется и на компьютерах. Только на компьютерах и только на телефоне. Здесь смотрите сами как вам удобно. Хотите или нет чтобы какая-то секция показывалась только на смартфоне. Какая-то только на компьютере. Но по умолчанию видно на всех устройствах. То есть вы сами сейчас увидели как это делается. Конечно более детально. Вот если погрузиться хотите в свободную секцию. То есть обучающие материалы. Здесь в академию можно зайти поизучать. В социальной сети переходите. Информации много. Основу я вам показал. Что действительно можно создавать сайты. Вот такого плана. Это лендинг. Остается заявка. Она прямо в CRM системе. И вы как разработчик сделали сайт. А компания получает готовый продукт. Да не просто сайт. А целую CRM систему. С возможностью оплаты. С возможностью интеграции. Расширения функционала. Также еще хочу сказать. Что есть возможность. Использовать данный конструктор. Со скидкой. По промокоду быков. Вы получаете 2 месяца бесплатно. При оплате 1 месяца. То есть когда вы будете оплачивать 1 месяц. Там просто выбираете. Ввести промокод. И указываете быков. И все. Вам 2 месяца в подарок. А также тестовый период есть. То есть регистрируйте. И повторяйте все. Что мы сегодня с вами прошли. В этом уроке. Если что-то непонятно. Просто пересмотрите. Время у вас будет на тест. И в любом случае. Мне кажется. Вам этот сервис понравится. Потому что здесь создаются сайты. Ну буквально по нажатию клика. И мы вместе с вами. Сейчас в этом убедились. Все необходимые ссылки будут в описании под этим видео. Если у вас остались вопросы. Задавайте их в комментариях. Также ставьте лайки. С вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока. Пока.